Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас посредством Зума к нам присоединяется заместитель секретаря президиума Сейма Мария Голубева, которая с недавних пор возглавляет и фракцию для развития запарламентскую, соответственно. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот у вас теперь дополнительная обязанность. Что это значит? Вот что изменилось? Вы теперь, наверное, заседаете в этом коалиционном совете. Что изменилось? Ну, безусловно, я в большей степени участвую в дискуссиях о принятии решений в коалиции. И это основная обязанность, по сути, председателя фракции. Ну и, конечно, координация работы самой фракции в Сейме. Да, ну вот сейчас такие драматические события разворачиваются. Понятно, что это все на фоне пандемии. Но вот с одной стороны правительство приняло решение вот те вопросы, которые связаны с введением ограничений или, наоборот, с уменьшением, обсуждать публично. Но, с другой стороны, наверное, это правильно, но, с другой стороны, это обнажило и те проблемы, которые, наверное, есть между партнерами в коалиции. И даже такое есть ощущение, может быть, в свете заявлений недавних президента Латвии, что вот растерялись правительство. Как вы это оцениваете? Ну вот прозвучало, по-моему, из уст министра сообщений господина Ленинкальцев. Это вчера даже такое предложение. Вообще четыре недели, нельзя взять паузу такой моратории и не обсуждать никакие вопросы, связанные с введением новых ограничений, со снятием старых и так далее. Ну, я думаю, что здесь самое главное понимать, что все-таки слушать экспертов стоит. Я понимаю, все устали, всем кажется, что, может быть, эксперты что-то где-то недосмотрели, что, может быть, проще и лучше можно решать эти вопросы. Но на самом деле, не принимая во внимание данные о том, как развивается пандемия, о том, как развиваются все эти штаммы, как они влияют на заболеваемость у нас в обществе, невозможно принимать решение. И в этом плане представитель, наш представитель правительства, министр здравоохранения Данил Павлевц, в принципе, всегда придерживается позиции, что нужно слушать экспертов, даже если нам не очень нравится то, что мы от них слышим. То, что сейчас началось, это борьба за интересы разных отраслей. Конечно, нам важно, чтобы экономика развивалась, но нам в первую очередь нужно обеспечить, чтобы не получилось так, что в больницах окажется столько тяжеловольных людей, что медики не смогут всем помогать. И это главная цель сейчас, предотвратить это. И, конечно, помогать населению. Нам очень нужны еще новые меры поддержки населения, тех групп, которым трудно. Например, сейчас идет дискуссия о поддержке пенсионерам и инвалидам о дваразовых пособиях. Мы, безусловно, считаем эту меру правильной. Дискуссия идет скорее о форме, как именно это сделать, каким группам и, скажем, при каких размерах пенсии будет полагаться это пособие. И второй момент – это люди, которые дома ухаживают за инвалидами, то есть это инвалиды, которые нуждаются в ежедневном уходе. И дети с особыми потребностями, с проблемами развития, которым тоже родители каждый день должны уделять очень много времени дома. Мы считаем, что этим группам нужна дополнительная поддержка в данный момент. И также нужно думать о положении безработных. Насколько я знаю, Министерство благосостояния сейчас работает над идеей продления пособий. И мы считаем, в целом, это правильная мера из данных условий. Да, если мы все-таки возвращаемся, может быть, к правительству, наверное, есть разные мнения. Понятно, пять партий образуют коалицию, но ведь и население видит, что те меры, которые действовали уже почти три месяца, что не совсем они оказались эффективны. Может быть, без этих мер было бы намного хуже. Но мы видим, что вот такого вот кардинального перелома пока не удалось преодолеть. И, возможно, без вакцины не удастся. И в связи с этим, может быть, население, вот уже терпение у них на пределе. Вы видите, в королевстве пяти разных политических сил, блоков, конечно, многие решения принимаются по методу компромисса. И с точки зрения демократического и политического процесса это как бы понятно и логично. Но с точки зрения борьбы с эпидемией, конечно, это трудно. И когда, с одной стороны, кто-то говорит, давайте слушать экспертов, давайте не будем открывать еще сейчас, допустим, магазины или школы, когда заражение и заболеваемость очень высокая, другие говорят, ну как же тогда это будет влиять, допустим, на то, как семьям будет труднее следить за счет дома или на то, как есть ли шансы сохранить бизнес для владельцев каких-то предприятий и магазинов. И все эти интересы легитимны. Но когда принятие решения идет путем компромисса, конечно, иногда возникает ощущение, что движутся сперва в одном направлении, потом в другом. Это объективный результат того, что решения принимаются путем компромисса в большой коалиции. Я думаю, что во всех странах за большие коалиционные правительства в принципе нет особенно другого пути. Другое дело, что в данный момент, на наш взгляд, слишком сильно началось давление на экспертов, давление по возможности игнорировать их мнение о том, что все еще очень опасно. И давление со стороны некоторых отраслей, что вот нет, сейчас откроемся и все, вне зависимости от показателей. Мы слышим это также от некоторых популистических политиков вне коалиции. Это крайне тревожно на самом деле, потому что, ну, как мы знаем, британские штаммы и прочие новые штаммы, они уже у нас. И мы не знаем, как в ближайшие недели будет развиваться ситуация. Сейчас нам нужно работать в первую очередь над вакцинацией и над мерами поддержки населения, чтобы население выдержало этот сложный период, даже при том, что многие вещи остаются закрытыми. Да, наши радиослушатели его знают как эксперты в области образования. Ну, наверное, сейчас особая тревога, понятно, что к учащимся, наверное, младших классов, но и к тем, у кого выпускные экзамены, наверное, прежде всего 12 классы. Вот какой здесь может быть компромисс, если мы предполагаем, что ситуация затянется, да, и весной пандемия продолжится? Ну, мы в первую очередь надеемся на то, что вакцинация, скажем так, к лету, к началу осени будет уже достаточно в такой стадии, когда уже много людей будут иметь иммунитет, и что в любом случае во второй половине этого года мы увидим такие долгосрочные улучшения. Но весна, конечно, остается временем, когда еще далеко не все будут вакцинированы, просто потому что у нас нет столько вакцин, и, следовательно, мы будем иметь ситуацию, когда, возможно, при появлении новых штаммов, при распространении, опять в какой-то мере будет повышаться, насколько я понимаю, согласно тому, что говорят эксперты, может повышаться заболеваемость. Поэтому очень важно сейчас не спешить там, где не нужно, условно говоря, с открытием школ, с открытием каких-то дополнительных возможностей занятий, где люди собираются вместе, особенно если это внутри помещения, потому что, безусловно, это несет за собой такие последствия, которые будет чувствовать все общество и будет чувствовать очень приятно. С другой стороны, конечно, нужно сделать все, чтобы абсолютно у всех детей, и в том числе у тех, у кого дома родители не имеют возможности приобрести им всю необходимую технику для того, чтобы они полноценно участвовали в образовании удаленно, для того, чтобы государство им помогло. И на мой взгляд, вот в этом плане, то пособие 500 евро на каждого ребенка, который будет выплачено уже в марте, это очень большая поддержка, потому что, в том числе, эти деньги могут пойти на технику, если у кого-то нет такого компьютера, с которым ребенок может хорошо заниматься в школе. Да, ну, в целом, я так понимаю, что еще вопрос, наверное, вот этих выпускных экзаменов еще, наверное, открыт, да, еще время есть, так что посмотрим, как это дальше будет развиваться. Да, вот что касается еще, может быть, больше Сейма, создалось такое ощущение, вот у меня, может быть, у других коллег-журналистов, которые следят за политическими процессами, в том числе отслеживают работу парламента, может быть, это пандемию и неизбежная ситуация такая, что парламент отошел как бы на вторую роль, многие даже забывают отследить вот эти пленарные заседания, поскольку, ну, вся инициатива в руках правительства. Нет ли у вас такой, не знаю, ну, тревоги или озабоченности, что парламент, ну, по существу, от него не исходят такие какие-то инициативы по тем или иным решениям. То есть парламент ждет, пока правительство что-то примет, потом вот эти проекты отсылаются в Сейм, и дальше Сейм их утверждает. Ну, Сейм утверждает их не автоматически. И те дискуссии, которые идут в комиссиях, они очень живые и очень наполненные содержанием смыслом. Например, дискуссии относительно каждых поправок к распоряжению правительства о ситуации с COVID, о чрезвычайной ситуации. Это очень серьезная дискуссия среди депутатов в комиссии. Депутаты подают свои поправки, и в целом, на мой взгляд, этот процесс идет вполне полноценно. Точно так же депутаты очень активно участвуют в разных дискуссиях в комиссии по социальным делам, о том, как помочь разным группам населения. Ну и, конечно, внутри коалиции именно депутаты очень воплечены в дискуссии о том, какие именно меры принимать для поддержки тех групп населения, которым сейчас особенно тяжело, семьям с детьми, пенсионерам. То есть, по крайней мере, в коалиции к вам прислушиваются, да? Нет такого, что вот правительство все решает? Однозначно, в коалиции депутаты очень активно и очень, так сказать, целенаправленно принимают участие в дискуссиях. Но мне кажется, что и в комиссиях Сейма депутаты очень активно принимают участие в дискуссиях. И многие вещи, которые происходят потом в результате, какие-то меры, которые принимаются, они все-таки становятся лучше благодаря тому, что была дискуссия в комиссии. Я верю в то, что парламент принимает по-прежнему участие в принятии решений. Это очень важно. Ну и, кроме того, идет обычная работа парламента. Никто сейчас ее не замечает в рамках эпидемии, но она есть. Есть, например, принятие закона о высших учебных заведениях, который был на этой неделе принят во втором чтении. Там очень много изменений, которые, я надеюсь, приведут к более конкретно способным университетам в Латвии, в которых наука играет большую роль, чем до сих пор, которые смогут лучше соревноваться, в том числе, университетами из других стран, и ученые смогут передавать свои знания студентам гораздо лучше. И я надеюсь, что эта новая система управления университетами, которая сейчас является частью этих поправок к закону, то она действительно приведет к тому, что для всего, как бы для всей экономики будет, университеты станут, наконец-то, тем двигателем, тем мотором, которым они должны быть в современной экономике 21 века. Они должны помогать развивать высокие технологии, развивать новые виды каких-то деятельностей. Я надеюсь, что этот закон в результате все-таки к этому приведет. А позиция, правда, больше упирает на то, что вот эти вот изменения в законе о высшей школе, ну, каким-то образом сужают автономию вузов? Ну, видите ли, вузы финансируют все общество. Вузы — это не частные предприятия, которые полностью сами за счет того, что они заработали, живут и занимаются приведением каких-то мер. Они получают ресурсы общества, и, следовательно, общество должно иметь возможность участвовать в управлении через тех экспертов, которые будут выбраны в советы вузов, чтобы все-таки следить за тем, чтобы развитие вузов происходило согласно интересным селокисом. Например, интересы все общества — это, чтобы университеты гораздо больше были научными центрами, работали в том числе технологиями и создавали разные новые возможности для экономики, инновативные подходы в разных областях экономики. В Латвии это происходит, но недостаточно по сравнению с развитыми западными странами. Почему? Потому что университеты в большинстве это не работают на какие-то свои, может быть, понятные, но легитимные, но, тем не менее, менее направленные на будущие интересы. Давайте сделаем больше программ, больше бюджетных мест получим, больше студентов возьмем учиться и будем так зарабатывать деньги. Но это не то, что помогает обществу развиваться экономически в первом веке. Здесь нужно больше науки и больше технологий. — Да, вот еще одна тема, которой ваша фракция, естественно, привлекает повышенное внимание. Речь идет о том, что связано с правовым регулированием семьи или многообразия семей, кто как оценивает. Но мы знаем, с одной стороны, были поправки в Конституцию, которые внесли представители такого консервативного кровата, Бавису Латвии. Я так понимаю, что они были отданы на комиссию. С другой стороны, ваша фракция неоднократно ставила вопрос о правовом регулировании различных вот таких ситуаций, которые между живущими вместе людьми возникают, законопроект о совместном проживании. Вот на каком этапе все сейчас это находится? И вот это консервативное крыло, их инициатива, и вот ваша инициатива? Ну, в данный момент, насколько я знаю, комиссии не планируют предложить Сейму голосовать в первом чтении о поправках Конституции. Если когда-нибудь появится такое желание со стороны комиссии будет предложено голосовать, конечно, мы будем против, мы будем делать все возможное, чтобы мобилизовать все возможные голоса против этого проекта изменения Конституции, который, на наш взгляд, как мы уже говорили, дискриминационный. Он дискриминирует тех людей, чья семья не пропадает за определение идеальной семьи, как и юристо-национальное объединение. Что касается работы в рабочих группах, да, она идет. Дело в том, что решение суда с отверстным, по сути, означает, что парламент должен пересмотреть многие законы, касающиеся регулирования того, как государство защищает семью. И в данный момент есть две рабочие группы. Одна при комиссии по социальным делам, другая при юридической комиссии Сейма. Я работаю вместе с депутатом Илмаром Дуретисом из нашей фракции, который руководит этой группой по решению этих проблем при комиссии по социальным делам. И депутаты Инессы Войко и Юрий Спуц участвуют в группе при юридической комиссии. То есть, в принципе, вы предполагаете, что в каком-то обозримом времени какие-то поправки появятся, да? Ну, мы надеемся, что результатом работы этих рабочих групп в течение ближайшего полугода примерно будет то, что будут предложены конкретные изменения в законах, чтобы они в большей степени защищали разные семьи. То есть, все реально живущие вместе пары, которые стабильно формируют, по сути, эту семейную ячейку, и которые, возможно, и детей воспитывают вместе, хотя это дети одного из них. Ну, или даже общие. То есть, все зависит от того, насколько государство видит самих людей, их реальные проблемы в жизни. Скажем, то, что формально они друг другу никто, и банк, допустим, не выдаст им вместе кредит, потому что формально они друг другу никто. Или, например, что родитель, который не является биологическим родителем, является партнером, допустим, матери, не может отвезти ребенка за границу отдыхать, или не может представлять ребенка на школьном собрании, потому что он ему никто, то есть, там нужны какие-то справки от нотариуса и так далее. Есть масса реальных проблем у людей, потому что... Да, получить информацию о здоровье тоже не сможет, видимо, да? Ну, в Латвии просто признается только брак. Все остальные формы, так сказать, семейной жизни считаются как бы в глазах закона не существуют, а у людей-то реальные проблемы существуют в любом случае в жизни. И поэтому закон должен защищать все пары, вне зависимости от того, основаны они на браке или нет. Да, ну вот этот вопрос, я помню, вам журналисты тоже задавали, вот эта вся ситуация вокруг России, и соответствующее решение, заявление Сейма было принято по поводу вот этой истории с Навальным. Мы знаем, что министр основного дела Латвии там вместе с эстонской коллегой довольно жестко выступал о необходимости введения новых санкций или ужесточения санкционного режима. Вот не кажется ли вам, что с одной стороны, там, Латвия, наверное, должна как-то свою позицию обозначить, а с другой стороны, вот, мы идем к какому-то тупику, поскольку это очевидно, что вот этот длительный период санкций в отношении России с 2014 года, он уже начался, на дворе 2021 год, ну, фактически, ну, бессмысленность становится на каком-то этапе, поскольку это никаким образом Россия привыкла жить в этом санкционном режиме. Ну, если вносятся еще там 3-4-5 чиновников, у которых, скорее всего, и активов-то на Западе нет, то это совершенно, как бы, так, бессмысленная история. Ну, скажем так, конечно, санкции были бы эффективнее, если бы в списках было больше людей, которые действительно, и которым есть что терять, которые близки к правящим кругам России, у которых есть масса огромных ресурсов на Западе, потому что очень многие люди богатились за счет госбюджета за все эти годы в России, и многие из них весьма близких власти. И, конечно, было бы действие, если бы санкции достаточно четко этих людей, так сказать, отслеживали, особенно тех, кто близок к президенту Путину, и в санкции водились бы против них. Но, тем не менее, ну, никакого обратного пути пока не изменится в самой России, то есть отмена санкций против чиновников, которые принимают решения, например, о каких-то абсолютно противоправных действиях против оппозиционеров. Я не представляю себе, как можно дать, так сказать, обратный ход в данном случае, пока что-то не изменится, потому что, ну, если мы будем продолжать сердечно киваться и говорить, да, конечно, вы такая же донократическая страна, как все, во-вторых, это неправда, во-вторых, ну, к сожалению, нынешнее руководство России такого языка не понимает, они мыслят категориями слабости сил, и проявлять слабость нежелательно, потому что тогда будет только хуже. Да, еще, наверное, не могу не спросить у вас о предстоящем процессе. Я имею в виду политическом процессе муниципальных выборов, они пройдут по новой системе, как мы знаем уже в свете административной территориальной реформы. Вот есть такое ощущение, что если, не знаю, ну, может быть, это было на выборах в Сейм, это более популярно, происходил процесс с консолидацией, вот так это назовем, или объединение разных партий и создание общих списков, то сейчас происходит, наверное, какой-то такой обратный процесс какого-то размежевания. Многие партии заявили о том, что на эти муниципальные выборы они главным образом пойдут в тех или иных самоуправлениях в одиночку. Я так понимаю, что и вот это объединение, которое все ими для развития «За», ну, две партии, да, которые представлены для развития Латвии и движения «За», тоже главным образом пойдут в одиночку. С чем это связано? Ну, мы видим, что есть разные достаточно запросы, скажем так, у тех групп населения, и в том числе и у членов наших партий, и у тех, кто следит очень активно за нашей политической деятельностью, что их запросы немного разные в отношении того, какую именно политику они бы хотели видеть и проводить в самоуправлениях. И, откликаясь как бы на эту повестку дня, мы сочли, что мы в данном случае можем разными списками, можем совместно, можем разными, в зависимости от конкретного самоуправления, участвовать в этих выборах. И движение «За», в том числе, будет участвовать в некоторых самоуправлениях общими списками и с другими какими-то партиями, достаточно близкими нам по духу. Вот еще, наверное, я знаю, что вам скоро у вас будет следующее совещание, да, поэтому вот такой вопрос хотел вам задать, поскольку все-таки Даниил Павлевс представляет вот ваше политическое объединение. Мы знаем, что до пандемии, ну, большинство депутатов, неважно из каких они фракций, ну, по крайней мере, правящие, весьма прохладно относились, ну, к требованиям медиков о повышении заработной платы, о том, чтобы инвестировать в медицину и в подготовку специалистов больше средств. Сейчас мы видим, все-таки такое понимание пришло. На ваш взгляд, будут ли какие-то тут фундаментальные изменения или вот как пандемия закончится, ну, все вернется на круги своя, и опять там будут медики требовать этой 20-процентной прибавки? Ну, в данном случае фундаментальные изменения уже происходят. Они, может быть, не совсем заметны сейчас извне, но те 183 миллиона, которые были, насколько я помню, всего 183, если не ошибаюсь, в бюджете 21-го года, которые были направлены на систему здравоохранения, это реальные деньги, которые будут влиять, в том числе и на зарплаты медиков, и, насколько я знаю, уже повлияли, я слышала от коллег, которые работают в больницах, что есть какие-то прибавки, и, насколько я понимаю, это довольно серьезный шаг. Кроме того, процесс консолидации, создания разных уровней больниц, который определит, какие услуги можно оказывать в любой больнице, в регионах, какие услуги в региональных центрах или в РИТе, потому что важно качество услуг. Что толку от того, что в какой-то больнице будут оказываться услуги, которые якобы очень высоко технологичные и очень сложные, но при этом качество оказания услуг будет такое, что, скажем, уровень, ну, процент успеха будет ниже, да, то есть лучше пускайте люди, которым нужны более серьезные какие-то манипуляции, обращаются в больницы в региональных центрах или в РИТе, а в местных больницах, допустим, какие-то менее сложные манипуляции проводить. Это тоже в какой-то мере сэкономит ресурсы, и тоже эти ресурсы пойдут на улучшение ситуации в самой системе. Они не будут, мы надеемся, по крайней мере, мы точно будем бороться за то, чтобы они, эти ресурсы не отдавались куда-то во вне системы, а продолжали работать на улучшение системы здравоохранения. Может быть, такой последний вопрос, он такой, не знаю, в какой-то степени философский, но уже длительное время мы видим, что не только СЕИМ, не только Кабинет министров, министерства работают на таком виртуальном режиме, многие на удаленке, как мы сейчас говорим. На ваш взгляд, это приведет к каким-то, может быть, изменениям вообще в структуре госуправления? Я не хочу сказать, что там нужно всех повально сокращать, это был бы такой популизм, но тем не менее, вот должны ли быть какие-то сделанные выводы? Потому что вы говорили в самом начале вот нашей беседы и об инновации, и каких-то новых подходах, вот, может быть, как раз после пандемии, и наступит время для того, чтобы сделать, не знаю, госаппарат более компактным, да, вот. Ну, безусловно, я думаю, уроков будет много, пока еще, может быть, немножко рано их обобщать, потому что этот период не закончился, но я думаю, что в первую очередь мы видим, что в госаппарате нужно больше профессионалов на уровне чиновников, которые, вне зависимости от того, каково политическое руководство, и насколько оно разнообразно, и между собой лазят или нет, чтобы были очень четкие, так сказать, заложенные основы профессионализма, особенно в верхних слоях чиновников и руководителей госупреждений. А это частично присутствует, потому что есть энтузиасты, которые готовы работать с кинетских зарплатах, но это могло бы быть лучше, если бы зарплаты, особенно вот среднего и верхнего уровня госуправления, были бы выше. И, как мы знаем, уже давно есть проект единой системы зарплат в госаппарате, но пока что он идет на уровне обсуждения, он все еще не дошел до парламента. Когда он дойдет, я думаю, будут очень горячие дискуссии, и не все готовы повышать зарплаты чиновникам в трудные времена. Но если мы никогда этого не сделаем, если мы не сделаем до конца этого сейма, то просто нужно учитывать, что за деньги на Запорожец невозможно купить, допустим, ауди, да, то есть наш госаппарат будет приехать именно на том уровне, на котором мы покупаем детали. Спасибо большое. Мария Голубева у нас была на прямой связи, руководитель парламентской фракции для развития ЗАА. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Радио Болтком.